Фестиваль Манны Сегодня у нас служение «Голос евангелизма». Мы находимся в прекрасном месте у гробницы в саду. Я не уверен, что мы услышим это сегодня, но здесь часто можно услышать пение людей из разных стран. И бразильцы, и русские, и индонезийцы. Все это христиане из разных стран. Это напоминает о том, что писал в Откровении Иоанн. Он видел людей из разных народов, и они пели «Достоин агнец». Меня часто спрашивают, как мы сможем понимать друг друга, если многие русские не говорят на английском, а англоязычные не говорят на индонезийском. Я как раз прочитал об этом книгу, и нет, я не шучу. Но сейчас я не буду говорить именно об этом. Когда-нибудь мы прорекламируем вам эту книгу. Здесь у гробницы в саду моя проповедь будет уникальной. Это учение не слышали многие христиане. Я имею в виду учение от начала и до конца. В послании к филиппицам сказано, «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилась всякая колена – небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Апостол упоминает здесь три разных измерения. Первое измерение – небесное. Во втором послании Коринфянам оно упомянуто как «вторые небеса». Второй уровень – это земное измерение, это все живущие на земле, и третий уровень находится под землей. Помните, в книге Иова Сатана пришел, чтобы атаковать Иова. Бог был на небесах, Иов на земле, а Сатана, обвинитель братьев, как сказано в Откровении, предстоял перед Богом, и Бог спросил его, откуда он пришел. И он ответил, «Я ходил по земле и обошел ее». В Ветхом Завете Саул обратился к волшебнице в Эндоре вместо того, чтобы просить совета у Самуила. «Не буду входить в детали», он просил совета у Духа Нечистого. «Мы не просим совета у мертвых». Библия это запрещает. В этом участвуют нечистые духи. Волшебница сказала Саул, что она видит Дух мертвого человека. Сам Саул никого не видел. Все только с ее слов. Она описала его как человека в капюшоне. «Видал я таких людей в капюшоне. Это не был Дух Божий, скажу я вам. Это был Дух нечистый». Я лично видел, как выглядят нечистые духи, и у меня в телефоне есть одно фото. Группа подростков сделала это фото на полароид месяц назад. Он стоял в плаще темно-серого цвета с капюшоном и преграждал им путь. Как вы знаете, на полароиде фото выходит сразу. Я о том, что волшебница сказала, «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». Она видела нечистых духов, выходящих из-под земли на землю и обратно. Мы покажем вам, что в Ветхом Завете все люди, когда умирали, вне зависимости от того, праведники они или грешники, попадали не на небеса, даже если они праведны, потому что это начало происходить уже после воскресения Иисуса. Они попадали в место под названием «Ад». В оригинальной Библии это место называется «Шеол», что означает «Ад». Это был подземный мир. В греческой мифологии существовал Бог Аид, Бог подземного мира. В Новом Завете слово «Ад» упоминается не потому, что существует Бог подземного мира Аид. Однако существует Дух смерти и Ада. В Откровении Иоанн описал, что Дух смерти и Ада был всадником. Помните четыре всадника Апокалипсиса, то есть существует Дух смерти и Ада. Там применено слово «Ад». Ну и, возвращаясь к нашей теме, третий — подземный уровень или Ад. Сегодня это место, куда попадают души нечестивых, которые ожидают суда. На земле обитают люди, и также в Царстве Божьем есть ангельские существа, которые действуют на земле. А еще на земле могут действовать нечистые духи, то есть бесы или духи демонические. Павел говорит в послании к Ефесиным 6 главе 12 стихе о начальствах и властях, о духах злобы поднебесной. Мы знаем, что сатана в небесах обвиняет братья в день и ночь, то есть ограниченный доступ на небеса у него есть. Мы знаем, что Бог восседает на престоле, что Иисус одеснует Бога Отца, что 24 старца будут восседать на 24 престолах. Мы знаем, что в небесах существуют херувимы, серафимы, ангелы и служащие духи. И также из 12 главы 2 послания Коринфяна мы знаем, что праведные души, умерших в завете с Господом, также находятся на небесах в раю. Но то, что я хочу вам показать, связано с гробницей в саду и с воскресением Иисуса. Давайте обратимся к тому, что Библия называет «три века». Век прошлый, век нынешний и век будущий. Век прошлый — это бытие, первая глава, первый стих, и то, что было в истории мира в те времена. Мы мало что об этом знаем, а в Библии описано лишь немногое. Нынешний век — это время, в которое живем мы с вами. Грядущий век, согласно Павлу, это тысячелетнее Царство Христа. Это семь лет скорби, все это век грядущий. И также мы должны не забывать о вечности, которая начнется, когда закончится тысячелетнее Царство Христа. Тогда все люди войдут в вечность. Кто-то вечное наказание, как сказано в Писании, а праведные войдут в жизнь вечную. Многие люди не осознают, что в прошлом веке случилось кое-что, что стало причиной того, что Христос пришел на эту землю. Это связано с падшим ангелом. В начале времен вы спросите, откуда я это взял? Об этом говорит Исаия в 14 главе, «Иезекииль» в 28 главе, «Лука» в 10 главе и «Откровение» в 12 главе. Я объединю все это в одну историю. В начале времен, еще до создания Адама и Евы, Бог создал ангелов. Я могу доказать это на основании книги Иова. Бог говорит Иову, «Где был ты, когда я полагал основание земли? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» То есть ангелы уже тогда существовали. Есть и другие места, подтверждающие это. Ангелы названы здесь сынами Божьими и утренними звездами. Это подразделение ангелов. Люцифер, имя сатаны в нашей Библии, и это имя означает яркость или свет, и так же Люцифера называли сыном Зари. Он глава утренних звезд. И в шестой главе Бытия сказано, что были дни, когда сыны Божии познавали женщин на земле, и те рождали исполинов. В книге Иова говорится, «И пришли сыны Божии предстать перед Господом». Между ними пришел и сатана. Это бне-элохим. Это ангелы. Сатана увлек за собой треть ангелов. Я как раз готовил материал для наших партнеров, и вы, присутствующие здесь партнеры, сможете прочитать этот материал на нашем специальном партнерском сайте. Итак, ангелы делятся на три подразделения. Поклонники, воины и служащие ангелы. То есть ангельское царство Бога можно поделить на три категории. Это поклонники, делатели и воины. Итак, сатана увлек за собой треть ангелов, поклонников. Откуда мы это знаем? В 12 главе Откровения сказано, что когда он упал, он увлек за собой треть ангелов. И также сказано, «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». Нет сейчас времени учить об этом, но в книге Иезекииля сказано, что у Люцифера был нагрудник из девяти драгоценных камней, тогда как на нагруднике первосвященника было двенадцать камней. Люциферу недоставало трех камней. Я говорю об этой тайне в своей книге «Хроники священной горы». Я скажу сейчас лишь одно. Иезекииль говорит, «Ты ходил среди огнистых камней». Все драгоценные камни прежде прошли через огонь. В Новом Иерусалиме двенадцать драгоценных камней. Сатана ходил среди огнистых камней, и в это время строился Новый Иерусалим. Я могу на основании Писания доказать вам, что Сатана упал, когда был завершен девятый этаж города. Три недостающих камня на нагруднике Люцифера в сравнении с нагрудником первосвященника это три самые высокие уровня Нового Иерусалима. Надеюсь, вы это понимаете. Итак, он был лидером прославления. Он участвовал в создании города. Бог позволил славе Божьей осенять его, и в это время получалось, что ему не было подохла. И теперь, внимание, от красоты твоей возгордилось сердце твое. Только представьте, ты стоишь в славе Божьей, и тобой все восторгаются. Ты самое великое творение. Ты так прекрасен. Он превознесся и возглавил мятеж. И вот что я хочу вам показать. В Откровении мы видим Ковчег Завета. Это 11 глава, Золотой Жертвенник, это 8 глава Откровения, и также в небесах есть Минора. Это первая и вторая главы Откровения. То есть мы видим, что в небесах изначально была мебель, которая впоследствии стала прообразом мебели в Скинии, которую должен был построить с Моисеей на земле. Только прообраз. Бог не перенес эту мебель на землю. Написано, что Моисей построил Скинию по образцу, который был ему показан на горе. И вот что важно. Вас это удивит? Вы такого еще не слышали. Грех зародился не в Эдемском саду. Грех берет свои корни в небесном храме. Сатана упал не на земле. Он пал с небес на землю. Сначала он согрешил в присутствии Бога и был низвергнут. И треть ангелов последовала вслед за ним и тоже была низвергнута. Об этом говорит Откровение 12 глава. И вот где история достигает пика. Грех никак не мог повлиять на Бога. Бог согрешить не может. Грех не повлиял на Слово. А Иисус вначале был Словом. Он сказал, что он был прежде, чем был Авраам. Грех не повлиял ни на Отца, ни на Духа Святого. Но грех увлек за собой треть ангелов. Они были низвергнуты подальше от присутствия Божьего. Возникает вопрос. Если Библия говорит, что без пролития крови не бывает прощения грехов, если в Ветхом Завете во времена, когда на Храмовой горе стоял храм, священник должен был принести кровное приношение, в день искупления священник должен был семь раз окроплять восточную сторону ковчега кровью Завета. Он должен был окропить кровью золотой жертвенник молитвы, окропить четыре рога жертвенника, и затем, мы читаем в книге евреям, надеюсь, вы готовы к этому, нужно было, чтобы то, что является прообразом небесного, было очищено кровью, но не кровью козлов и тельцов. В послании к евреям сказано, что небесное должно было быть покрыто кровью, но не кровью козлов и тельцов. И здесь речь идет о храме в небесах. Таким образом, было необходимо, чтобы Христос пролил свою кровь. Теперь послушайте внимательно. Не только для того, чтобы искупить грешников на земле. Если мы посмотрим, что у меня за спиной, мы увидим гробницу, где по традиции считается, лежал наш Господь Иисус Христос. Конечно, это всего лишь предание. Мы видим здесь и камень, который был отвален. Но давайте поговорим о том, что сделал Христос, когда вышел из могилы. Из Евангелия от Иоанна, Вы помните, что когда Христос вышел из гробницы, то кто его встретил? Это была Мария. И она его не узнала. Всякий раз, проповедуя на это место, я задаю один и тот же вопрос. Где Иисус взял одежды, в которые он был одет? Он был завернут в пелены, пропитанные травами и пряностями. Не так ли? Он оставил погребальные одежды в гробнице, но перед Марией он предстает ненагим. Так откуда же он взял одежду? Ему никто там одежд не оставлял. Я скажу вам, откуда одежда. Он будет первосвященником в небесах, и отец заранее подготовил для него в небесах эту одежду, как для первосвященника. Потому что в день искупления первосвященник должен быть облачен в одеянии. Льняные штаны, льняной халат, льняной пояс и льняной головной убор. И вот в Евангелии от Иоанна мы видим, что Иисус был одет, как садовник. Именно так и одеваются садовники. Халат, пояс и головной убор. Мария думает, что это садовник, но нет. Он первосвященник небес. Он первосвященник исповедания нашей веры. И что он говорит Марии в саду? Он говорит Марии, не прикасайся ко мне. Исследователи Библии говорят, что на самом деле его слова можно перевести так. «Не задерживай меня, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему. Восхожу не когда-то через 40 дней, здесь другое время». Оно означает, что он вот-вот взойдет к отцу и затем вернется. И он к вечеру уже вернулся. Вы спросите, как он мог так быстро справиться? А как ангелы могут приходить на землю во мгновение ока? Они движутся со скоростью мысли, ее невозможно измерить. Итак, что делает Иисус? Об этом говорится в послании к евреям. Он возвращается на небеса и за короткое время окропляет все элементы жертвы. А вы знаете, для чего он это делает? Потому что для того, чтобы он мог простить грехи и быть первосвященником небесного храма, должно быть окропление крови. Но Павел говорит, что он не может использовать кровь козлов и тельцов. Он использует свою кровь, чтобы очистить ковчег Завета, очистить золотой жертвенник. Восьмая глава Откровения говорит об этом. Очистить минору, прообраз семи церквей. И затем, через 40 дней, когда он восходит к отцу, он выседает Одесную Отца как первосвященник небес, чтобы ходатайствовать за нас с вами. Он может это делать, потому что его кровь на небесах. Кто-то спросит, как она туда попала. Меня это мало волнует. Может, ангел налил кровь Иисуса в сосуд и перенес на небеса. Поэтому услышьте меня. Иисус Христос должен был умереть не только для того, чтобы простить грешника на земле. Иисус Христос должен был умереть, чтобы принести свою кровь в небесный храм, где от Люцифера зародился грех. Он осветил весь жертвенник. И теперь хорошая новость. Надеюсь, готовы ее услышать. У Иоанна сказано, «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам». Мы думаем, что где-то в углу Иисус выделит мне обитель. Нет, эти обители уже есть в небесах. Читая внимательно, мы видим, «В доме Отца Моего обителей много. Не будет много, а уже есть много. А мы всю жизнь представляли, что Иисус в небесах, засучив рукава, будет строить нам дома». Я еще постоянно волновался за тех, кто периодически падал и возвращался к Богу. Что же будет с их обителью? Ну, теперь послушайте меня внимательно. Возможно, это прозвучит странно, но я могу доказать вам из Библии, что наши обители уже есть на небесах. И Новый Иерусалим уже построен. Библия говорит об Аврааме. Он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Город уже построен. Тогда какое место Иисус шел нам приготовить? Он сделал так, чтобы нам не пришлось идти к земному священнику, у которого есть свои грехи и пороки. Мы можем сразу исповедовать свои грехи ему. Он посредник. Он священник. И где бы вы ни были на земле, в России, в Украине, в Югославии, в любой точке мира, в Америке, вы можете сразу обращаться непосредственно к нему. Вор на кресте обратился к нему прямо там, где находился. Вы можете приходить к нему из любой точки на планете и быть в его присутствии. А знаете почему? Потому что его кровь там. И вот вам интересный факт. В день искупления первосвященник всегда должен был стоять. Он не мог присесть, пока не завершится искупление. Иисус же восседает по правую руку от Отца. Так почему же Он стоял, когда побивали камнями Стефана? Стефан сказал, «Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Когда первосвященник производил искупление, он должен был стоять. Но по завершении искупления он садился. Стефан молился, «Господи, не вмени им греха сего, потому что не ведают, что творят». Первосвященник небес должен услышать молитвы о прощении. Он должен быть готовым простить. В стороне Саула Старса сторожил одежду убийц Стефана, и позже он познал Господа. «Вы слышали мою проповедь о прощении?» Скажите, кто из вас слышал мою проповедь о воле на кресте? Очень многие. Замечательно. Итак, кровь Иисуса была необходима для того, чтобы очистить небесный храм и дать нам доступ. Итак, вот вам ключ. Ветхом Завете после смерти душа праведника попадала в подземное царство, а сейчас воспаряет на третье небо, потому что кровь находится в небесном храме. И теперь вам приготовлено место. У вас есть место на небе. Теперь вы имеете доступ к Божьему благодаря крови Господа Иисуса Христа. Итак, что я хочу сказать? В моих руках Библия с пророческими комментариями Пэристоуна. Это не реклама? Так, пришлось к слову? Начните заново. Перечитывать Новый Завет. И вы будете удивлены, сколько нового для себя вы найдете. Изучайте Писание настойчиво. Эта книга богата откровениями. Я сам все время нахожу в ней что-то новое. Мы здесь с нашими партнерами. Спасибо, что смотрите Манефест. Сейчас будет реклама нашего нового ресурса. Надеюсь, вы слышали пение. Обожаю. Когда люди из разных стран поют Богу, будто небеса на земле. Еще раз спасибо, что вы с нами. Мы живем в важные времена. Мы — поколение откровения. Не прячьтесь в духовной тьме, но поймите эти пророческие времена. Расскажите другим о приходе последних дней. Пэрри Стоун и Билл Клауд оперативно записали обновленное пророческое учение, которое уже в продаже. Вот проповеди Пэрри. Еврейский пророческий код, скрытый в семи притчах о царстве. И Америка как центр новой социальной революции. Новый 70-летний пророческий цикл и знаки конца времен. Исполнившиеся пророчества об израильских дарованиях. Америка в кризисе. Знак пожаров, секиры и дерево. Также вы найдете в комплекте дисков три проповеди Билла Клауда, наполненные мудростью. Тема проповедей. Начало скорбей, когда Бог скрывает свое лицо. И битва за Америку. Чтобы получить компакт-диски, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 60 или более долларов. Чтобы получить DVD, сделайте запрос товара под номером, указанным на экране. Пожертвуйте 80 или более долларов. Дорогие телезрители, посетите наш сайт или позвоните по номеру, который указан на экране. Пожалуйста, не забудьте записать наш телефонный номер. Дорогие телезрители, пишите письма на почтовый адрес американского служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. В эти дни и времена мы продолжаем видеть, как Бог исполняет свои пророчества из Библии. Поделитесь этими посланиями с близкими. Мы ожидаем ваших отзывов. Все диски и книги представлены в нашем интернет-магазине. Позвоните нам. Мы показали в эфире уже почти все программы, ранее снятые в Израиле, поскольку мы не можем сейчас поехать в Израиль из-за ситуации с ковидом. В ближайшие несколько месяцев вы увидите программы, которые я специально буду снимать для вас в своей студии. Если у нас будут конференции, мы будем транслировать отрывки из них. Но мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем снова снимать программы во время туров в Израиль. Вы любите эти программы больше всего. Однако не пропустите и те программы, которые мы будем вам предлагать в ближайшие месяцы. Каждая проповедь — это очень много труда и исследований. Я стараюсь говорить о том, что актуальны сейчас, как никогда. И также мои проповеди включают пророческий смысл, и я стараюсь сделать их практичными. В следующие несколько месяцев будет большое количество событий, потрясений, природных катаклизмов и прочее. Люди будут искать ответ на вопрос, почему это происходит, каковы духовные причины. А это как раз наше призвание. Для этого и существует маннофест. Поэтому смотрите каждую программу и не пропускайте. Мы предлагаем вам набор проповедей с пророческой конференции «Эпические времена». Проповеди не редактировались, они записывались вживую. В программе мы показываем лишь отрывки и совсем не можем показать вам проповеди Билла Клауду. Заказав набор, вы сможете услышать также и проповеди Билла. Я призываю вас инвестировать в то, что принесет вам полезные знания о временах, в которые мы живем. Инвестируйте в мудрость, знания и разумение. Это будет самое надежное вложение. Духовные знания в итоге смогут изменить вашу жизнь. Несмотря на то, что до лета у нас будет не так уж и много мероприятий, я хочу заранее объявить вам о том, что у нас в Кливленде, Теннесси, будет проходить международный пророческий саммит. Из-за логистики и из-за того, что служения будут происходить после обеда, они не будут транслироваться онлайн, как предыдущие конференции с Биллом. Они будут проходить в здании. Надеемся, вы сможете к нам приехать. Итак, Кливленд, штат Теннесси, Омега Центр Интернешнл. Конференция будет проходить со 2 по 27 июня. Спикеры на ней – Билл Клауд, Марк Билтс, Джо Ричардсон и я. Возможно, будет и особый гость, но пока нет стопроцентной гарантии. Служения начнутся в четверг вечером и будут проходить всю пятницу и субботу, и два служения будут в воскресенье. Регистрация начинается с марта, но мы просим вас не регистрироваться, если вы до конца не уверены, что сможете присутствовать на этой конференции. Потому что количество мест ограничено. Но если вы реально планируете приехать, тогда регистрируйтесь. На сайте также есть список местных отелей, информация для молодежи. Мы не проводили весенний Вориор Фест, но летом пройдет главный Вориор Фест. Он будет проходить с 9 по 11 июля, с пятницы по воскресенье. Мы пригласили невероятных молодежных служителей, поэтому отметьте эти даты в своем календаре. Обязательно привезите вашу молодежную группу на эту конференцию. Это будет незабываемо. Регистрация начнется в апреле месяцем. И опять-таки мы настоятельно просим вас не регистрироваться, если у вас нет четкого намерения приехать на эту конференцию. Все потому же у нас ограниченное количество мест. Ну и, конечно же, осенью пройдет конференция под названием «Главное событие». Это три крупных мероприятия, которые мы проведем у нас в Кливленде в этом году. Также мы приглашаем всех желающих и кто живет неподалеку. На наши молитвенные вечера по вторникам мы молимся с 18.00 до 19.00. Мы транслируем их в прямом эфире. Для этого вы можете подписаться на мою страницу в Ютубе и в Фейсбуке. Спасибо и да благословит вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин